Играет музыка Хочу вам представить Женю Тельницкого. Он нам рассказывает о оптимизациях. Прошу. Всем привет. Меня зовут Женя, как уже Дарк сказал. Собственно, тема оптимизации и средствия сайта. В основном я буду говорить про клиентскую оптимизацию, если кто-то понимает, что это значит. Поднимите руку. И следующий доклад Антона Шевчука больше след прольет именно на серверную оптимизацию. О чем я, собственно, буду рассказывать. В общем-то, я хотел бы больше рассказать, что нужно сделать, и меньше рассказывать, как это делать, потому что как делать уже расписано достаточно дально. На сайтах это легко гуглиться. И мало кто обращает внимание, зачем и что делать, а все пишут сразу, как делать. Это большая проблема. Из-за этого, собственно, большинство сайтов, которые можно найти в зоне EA, очень сильно страдают от проблемы быстродействия. Они работают неэффективно и, собственно, раздражают пользователей своих дел. Собственно, сначала, первый раз, я расскажу про то, как работает веб-сайт. Возможно, я никого не удивлю этим, но тем не менее хотел бы на этом остановиться, чтобы дальше можно было ссылаться и помнить об этом. В общем, нужно сразу сказать, что есть несколько сторон. Есть сторона сервера, есть сторона клиента, его браузер, и есть наша сеть. Собственно, у каждого человека свой интернет-провайдер. И тоже это немаловажный момент. В общем, как происходит загрузка страниц? Для того, чтобы показать, как происходит загрузка, я вот эту диаграмму решил начертить. В общем, при вводе URL-адреса первым пунктом браузер обращается к серверу и просит, собственно, первый компонент, это HTML. Будем считать, что HTML. Иногда есть исключения, к примеру, и целы. Далее браузер получает из сервера ответ, сгенерированный HTML, который, в свою очередь, хранит в себе очень много ссылок на другие компоненты. И вот приблизительно так происходит загрузка. Один компонент зависит от других. Из-за этого и бывает очень даже долгая груза со страницы, потому что связи сложные, и их нужно отдельно анализировать. Еще скажу, что компоненты бывают двух типов, динамические и статические. Собственно, динамические – это те компоненты, которые генерируются на стороне сервера, а не просто лежат в какой-то папке, не передаются как есть. К примеру, динамический компонент – это HTML, который генерируется при помощи PHP кода. В общем, это более-менее реальный и похожий на правду график загрузки одной страницы. Мы видим на этом графике, что 5% за времени загрузки уходит на HTML. Это в среднем данные, сразу скажу, от компании Yahoo. Я не сам это выдумал. И это современные реалии. В каком-то там, может быть, 95-м году была другая ситуация, когда возвращался и наш HTML, и на нем было две картинки, к примеру. Компонентов три. Было проще. И каналы были меньше. Да. Теперь, что происходит при загрузке каждого из этих компонентов? В первую очередь, браузер должен понять, на какой сервер ему обратиться. Собственно, зная домен из URL, как правило, нужно получить IP-адрес. Собственно, первый пункт DNS lookup. Могут быть задержки разные и на этом этапе. Как правило, такие вещи не учитываются, а учитывается лишь время генерации HTML. Следующим пунктом открывается соединение. Обычное TCP и IP-соединение. Далее. Пересылает с HTTP заголовок с запросом. Возможно, не только заголовок, но и какие-то данные, к примеру, куки. Сервер разбирает этот запрос, формирует ответ, сжимает ответ, что, в свою очередь, нагружает сервер. Опять же, оговорюсь. Пересылает ответ. Браузер распаковывает ответ, если он был сжат. Переставляется ответ. Для представления ответа может быть необходимо загрузить еще какие-то компоненты другие, к примеру, картинки, если это HTML. Соединение не закрывается. К счастью, в спецификации HTTP 1.1 есть такая оговорочка, как Keep Active. И браузер может через одно и то же соединение послать несколько запросов, что ускоряет работу. Теперь посмотрим, что можно ускорить. Первый пункт – DNS-лукан. Собственно, на этом пункте достаточно им сложно управлять, это уже не относится к PHP-программированию, но, тем не менее, очень важный пункт. Нужно вам строить корректно DNS, чтобы DNS-сервер быстро отдавал нам IP-адрес. Как правило, на этом этапе проблемы лишь в том случае, если очень много различных доменов на сайте. Каждый новый домен на сайте – это отдельный запрос к DNS-серверу. И, собственно, при уникальных доменах, к примеру, 10, это будет ощутимо. И в современных сайтах достаточно много доменов, потому что используются различные сервера, различные сервисы, к примеру, ВКонтакт, или Твиттер, или Фейсбук. Собственно, на сайте, если поместить кнопку «Фейсбук лайк», это уже несколько запросов к серверу Фейсбук. После этого открытие соединения. Отчего зависит задержка на этом этапе? Если сервер географически близок к клиенту, то пинг небольшой. И, соответственно, намного быстрее будет открываться соединения. О чем это говорит? О том, что если мы вдруг работаем для пользователей США, то и хостинг следует купить именно в США. Есть другие варианты, о которых я расскажу позже. Отправка HTTP запроса. Собственно, сам запрос может быть разного размера. И я покажу немного позже один из примеров. Но как минимум влияет на размер запроса cookies. Следующий пункт. Разбор запроса. Это уже относится к серверной оптимизации. Влияет на это то, как мы сконфигурировали веб-сервер, какой веб-сервер выбрали. Могут быть, к примеру, Apache и Nginx. Следует отметить, что в некоторых ситуациях они ведут себя по-разному. То есть для некоторых сайтов, в которых важна нагрузка на оперативную память, стоит выбрать один, а на процессор другой. веб-сервер. Идем дальше. Формирование ответа. Этот пункт, он относится, конечно, к тем компонентам, которые генерируются на стороне сервера, а не просто с файловой системы считываются. К примеру, PHP. Собственно, к серверной оптимизации, самый важный пункт серверной оптимизации, это, наверное, вычетка и отладка PHP-кода или, возможно, кого-то другого языка. Идем дальше. Собственно, может ответ сжиматься, может не сжиматься. Поэтому и сноска, то есть в некоторых ситуациях мы можем отключить сжатие, когда это грузит веб-сервер. Но, собственно, тогда вырастет нагрузка на нашу сеть. После этого распаковывается ответ, пересылается ответ, распаковывается и представляется, о чем я уже говорил. На этапе представления тоже могут быть очень даже серьезные задержки. К примеру, если HTML у нас нагружен дом-элементами, если там их неадекватное количество, то это может всерьез нагрузить браузер. Уже браузер, но для клиента в любом случае это неприятно и работать он не сможет в какие-то моменты. CSS тоже можно обнимать JavaScript тем более. JavaScript это скорее уже отдельная тема. Мой доклад будет иметь обзорный характер, я на этом не буду долго останавливаться, но расскажу позже. и закрывается и не закрывается соединение, отправляются следующие запросы. Я хотел бы показать несколько утилит, которые нам помогут анализировать ситуацию текущую с быстродействием. Я думаю, большинством из них вы уже пользовались. Давайте так, поднимите пожалуйста руки те, кто пользовался Fireplug'ом и UseLow. Это радует. Google PageSpeed меньше, тоже отлично. И третьим сервисом. Тут уже несколько качается. Секундочку, я переключусь. Я слышал? Слышно? Слышно. Я хочу показать эти сервисы. Собственно, я в ее слов. Он бывает не только для Firefox, а бывает для других браузеров, но для Firefox он наиболее качественно проработан. Соответственно, я бы не рекомендовал его использовать в других браузерах, потому что он будет тормозить и может быть неполная функциональность. Чем я сталкивался, когда несколько месяцев назад пробовал в Chrome. Покажу, как он выглядит. Собственно, все видели, судя по моему опросу, поэтому я обращу внимание на некоторые важные пункты. Собственно, что и зачем мы можем делать. Оценку мы можем показать нашему клиенту и посмотреть ее сами. Собственно, быстро можно проверить, какие пункты сделаны хорошо, какие плохо. Кроме этого, важно еще то, что мы можем быстро перейти по ссылочке и почитать статью на Yahoo! Developers сделать то, чего не хватает. Кроме этого, можно посмотреть, какие компоненты на нашей страничке загружаются, есть ли у них все необходимые свойства, атрибуты. К примеру, если мы хотим проверить, есть ли это так. Статистика. Статистика позволяет посмотреть в двух вариантах, что очень важно, какие компоненты грузятся и какой их размер, какого типа точнее компоненты. Важно иметь в виду при оптимизации быстродействия, что страница, которая попала в кэш, будет загружена гораздо быстрее, чем если все компоненты грузятся с сети. что и позволяет нам делать юслов. И последняя вкладочка это несколько удобных утих, которые позволяют непосредственно для этой страницы посмотреть качество кода и к примеру получить какие-то советы по оптимизации картинок. Детально на этом останавливаться не будем. Google Chrome. Собственно и Pre-Speed. Чем Pre-Speed отличается от Yahoo! USO? В принципе оценки очень даже похожи и пункты во многом повторяются. То есть те пункты, на которые нам хочет обратить Google Chrome для того, чтобы мы делали более по-спейсайлу. Это не главное. Но в нем есть и кардинальное отличие от USLOG. Иначе бы я о нем не рассказывал. собственно кроме того, что Google нам дает такую утилитку удобную, в рамках этого же проекта разработан мод для Apache веб-сервера, который позволяет сконфигурировать некоторые полезные вещи для того, чтобы уже не вручную всю оптимизацию проводить. А ряд стандартных действий делал веб-сервер автоматически. Я не тестировал на данный момент эту утилиту, но думаю, что она имеет право на жизнь, увидел о ней положительный отзыв. Собственно, я бы на нее, конечно, сильно не рассчитывал по той причине, что многие вещи лучше сделать вручную для того, чтобы убедиться в том, что все работает правильно и для того, чтобы собственно не ставить себя в рамки, не всегда целесообразно использовать тот же веб-сервер патч. И последняя утилитка. Чем она хороша? В принципе, она показывает самую важную ее возможность это загрузку компонентов. Загрузку компонентов показывает яркую слову, но есть одно принципиальное отличие. Уже когда вы пользуетесь данной утилитой, вы не через свой интернет проверяете скорость загрузки компонентов, а через какой-то сервер, который работает достаточно стабильно. Кроме этого, можно выбрать географическое расположение этого сервера. К сожалению, пунктов не так много. К примеру, через Нью-Йорк. Соответственно, тестировать через Нью-Йорк, мы увидим, что пинг DNS лукав будут отличаться. Что было и в данной ситуации. DNS 900 миллисекунд это очень много, но это абсолютно нормально для этого сайта, так как географически он расположен в Германии. Собственно, детальнее можно будет рассказать в конце лекции, если останется время. Пока что стоит обратить внимание на то, как правильно работать и как подойти к вопросу оптимизации, а позже уже можно будет выяснить без проблем, как это делать. Всего слышно? Вот. Собственно, про то, как правильно подойти к вопросу улучшения быстровинства. Вот часто бывает такая ситуация, что, к примеру, клиент говорит, что мой сайт работает слишком медленно, и разработчик тут же гуглит, как ускорить работу сайта и делает по пунктам то, что ему предлагает какая-нибудь статья в интернете. Это очень даже плохой вариант по той причине, что у всех сайтов есть своя специфика. Они нацелены, могут быть на разные рынки, у них может быть разная аудитория, более-менее терпеливая, и собственно, исходя из этого, мы не должны работать по шаблону. К примеру, бывает такая ситуация, когда клиент говорит, что мой сайт работает медленно, не уточняет, что именно работает медленно. Возможно, просто загружена на главную страницу огромная картинка в 5 мегабайт, которая вот так медленно грузится. А разработчик может уже понять вопрос скорости работы как-то по-своему и начнет оптимизировать структуру баз данных. Соответственно, будут потрачены много времени, а результата не будет. То есть я бы советовал методично собирать симптомы и только после этого делать выводы, что нам нужно ускорить, над чем стоит поработать. После того, как мы знаем, что нам нужно ускорить, нужно выстроить приоритет. потому что какие-то вещи могут дать незначительный прирост, но требуют очень большой финансовой или даже может быть требуют очень много внимания разработчика. К примеру, возьмем сидея. Кто-нибудь поднимите руки, кто знает, что такое сидея? Отлично. К примеру, возьмем сидея. Стоит очень дорого. Расскажу детальнее, что это позже. И если на сайте будет мало компонентов и он будет нацелен на ту страну, в которой и стоит липсель, то целесообразность никакая. Прирост быстрописки практически равен нулю, но при этом будет потрачено регулярно в месяц достаточно значимое суммодение. Теперь. Собственно, к целесообразности это я говорил про себя. Еще типичная ошибка в том, что говорит разработчик, у меня работает отлично быстро сайт, но при этом он над ним работает уже месяц, и все компоненты, которые могли, уже попали в кэш-браузер, и естественно он загружается мгновенно. а при открытии без кэша он может грузиться к примеру 30-40 секунд. Поэтому стоит учитывать скорость работы при попадании в кэш и собственно без попадания в кэш. Действия могут противоречить. Я вот немного уже оговорился, когда показывал, что происходит при загрузке компонента. к примеру газипржатия на сервере, если оно настоит, оно требует ресурсов сервера, но зато гораздо быстрее компоненты передаются по сети. Соответственно это два пункта, которые друг другу противоречат, и нужно выбирать тот или иной в зависимости от того, насколько мощный ваш сервер и насколько хороший канал. между сервером и вашими клиентами. И по поводу стандартных приемов, которые могут усугубить ситуацию. Собственно это то, с чего я начал. Если мы сразу не думая начнем гуглить решение, нам могут насоветовать несколько не то, что нужно нашему проекту. Вот начнем уже говорить про саму оптимизацию, что нужно делать и самый важный момент. Первый пункт, который я считаю самым важным, это количество HTTP-запросов к серверу. Дело в том, что нужно помнить, что при каждом запросе к серверу, даже если в ответ мельчайшая картинка нам летит, будет выполняться 9 пунктов, которые в облаке. Я о них уже говорил. Соответственно, даже если это картинка в 5 килобайт, то задержка будет ощутима. Соответственно, если мы можем, мы должны уменьшить количество запросов. Я еще буду говорить, как это можно сделать, но как позже. редирект. Собственно, несколько раз столкнулся с проблемой, связанной с редиректами. Бывает такая ситуация, что страница отвечает 301 кодом, говорит, что нужно сделать редирект, загрузить другую страницу. Браузер обращается к другой странице, посылает отдельный новый запрос и там тоже можно не найти ничего. Хуже всего, когда эти редиректы бесконечны. Собственно, еще интересная такая вещь, с которой я столкнулся, очень простая, но очень нелепая в то же время. Собственно, в чем была ситуация? Веб-сайт написан на CMS-системе WordPress. CMS-система автоматически делает редирект, если в конце у URL нет слэша. А все ссылки были захаркожены без слэша. Соответственно, при загрузке любой страницы делался редирект. Очень нелепая ситуация, но можно понять и разработчиков, потому что все-таки CMS-систему писали, они могли в какой-то момент времени не знать про то, что будет делаться редирект, и не обратить на это внимание. А сайт годами работал медленно. Еще интересный такой момент 404-й странички. Очень часто мы видим такие страницы, я бы рекомендовал тоже всем делать именно такие, чтобы человек видел меню, мог куда-то перейти, чтобы не ссать его в тупик. У вас ошибка, все. Когда человек увидит такое сообщение, он поймет, что собственно здесь нет ничего, но я могу перейти где-то по меню. Но есть и другая сторона, сторона быстродействия. Обрабатывая 404-й код веб-сервером и собственно PHP-кодом, к примеру, мы добавляем нагрузку. И при этом нагрузка, конечно, незначительная, но если у вас будет некорректный URL к картинкам, то тоже будет выполняться этот же PHP-код, который вернет эту же страницу в формате HTML, и собственно браузер попытается сделать с этой картинкой что-то, но это далеко не картинка. В интернет-эксплорере я замечал очень большие забежки бывают из-за этого, при том, что разработчики, как правило, не работают в интернет-эксплорере и не замечают битых ссылок. Я бы советовал при помощи того же файлбака проверять, нет ли у нас красненьких битых ссылок на странице. Еще бывает такая же ситуация с JavaScript-ом, может быть, даже и похлеще, потому что когда браузер видит ссылку на JavaScript, пытается загрузить в ответ получит HTML, он пытается распарсить этот HTML и выполнить его, JavaScript. Предугадать тяжело, что будет, ничего, конечно, критичного, тем не менее, задержка серьезная. Теперь, следующий пункт, это объем данных, пересылаемых на сети. Он напрямую, конечно же, связан с предыдущим, меньше компонентов, меньше объем данных, но и отдельно его стоит рассмотреть, потому что каждый компонент можно упаковать и получить какой-то более красивый результат. И далее по каждому из этих пунктов. Архивация. Не все компоненты стоит архивировать. Это очень важный момент. Дело в том, что картинку, если мы попытаемся упаковать при помощи вжатия газет, мы не получим никакой пользы. Картинка будет практически такого же размера, но при этом мы серьезно нагрузим веб-сервер. Соответственно, я бы рекомендовал упаковывать HTML, текст, XML, CSS, JavaScript, но только не картинки и ничего подобного, к примеру, Flash. Вот, собственно, о чем я говорил. GZ-компрессия несет какую-то нагрузку на веб-сервер. И по этому графику видно, нагружается как файловая схема, такие процессы. Красный график это два соединенных зеленых и желтых. Каким мы можем сделать выводы по этому графику? Во-первых, нужно понимать, что маленькие компоненты архивируются меньше. Соответственно, вот шкала внизу это размер файла, а вертикаль показывает нагрузку на сервер. Соответственно, чем больше файлов мы архивируем, тем лучше. Если мы будем архивировать маленькие файлы, это только добавит нагрузку на эту сервер. Соответственно, конфигурируя сжатие, стоит указать минимальный размер файлов, которые целесообразно архивируют. Еще также есть смысл указывать степень компрессии. Для отдельных типов файлов разум. К примеру, CSS можно сжимать. Он не волнуется, не ждет. У человека быстро появляется первый экран, он видит, что вот с комиссом практически вся загрузилась, этот блок его нет, он не всегда нужен. Соответственно, если у нас есть части, фрагменты, которые грузятся гораздо дольше, стоит их загрузить позже. Сеть. Очень даже интересный раздел. Я уже говорил про то, как загружается документ. В первую очередь у нас DNS lookup. После этого мы открываем соединение и если сервер находится от клиента через океан, то соответственно вот эти первые два шага они могут занять достаточно много времени. К примеру, 800 миллисекунд, 900 миллисекунд, как я уже показывал, когда показывал утилиты. Собственно, если вдруг у нас такая ситуация, то мы можем использовать CDN. CDN это распределенная сеть контента. В чем основная идея? В том, что компоненты статические, которые не меняются на протяжении дней, недели, к примеру, распределяются по всему миру в тех точках, которые важны для нашего конкретного проекта. То есть, если у нас проект, пользователи которого живут только лишь в Украине, нам CDN не нужен. Достаточно просто сервер иметь в Украине. А если в Украине и в Китае, то, соответственно, сервер нужен в Украине и его зеркало в Китае, к примеру. То есть, нужно подходить к этому вопросу в рамках проектирования бизнес-задачи, а не только лишь когда мы видим какую-то проблему и торможение сайта. Стоит вам денег, конфигурируется несложно, при желании эту информацию легко можно найти. Не буду на этом долго останавливаться. Главное понимать, что такая возможность у нас есть. Я немного перескочу. В общем, про параллельную загрузку компонентов. Я уже показывал график, в котором мы видим, что загружаются сначала HTML-документы, потом остальные компоненты. Если у нас в HTML-документе будет 10 ссылок на 10 картинок, они одновременно грузиться все не смогут, потому что протокол HTTP, именно спецификация этого протокола говорит о том, что не стоит разрешать больше порядка 6 картинок, не картинок, как говорилось, компонентов одновременно. Почему не стоит? Потому что мы перегружаем сервер. и уже браузер в свою очередь либо слушает, либо не слушает спецификацию, либо выполняет ее, либо не. Браузеры все существующие выполняют эту спецификацию и грузят не больше 5-6 компонентов одновременно. Как это влияет на нас, так и на разработчиков? Собственно, мы можем распределить компоненты по нескольким нашим доменам, не обязательно по нескольким серверам. Пускай будут у нас один сервер и, к примеру, три домена. Какой-нибудь S1 точка доменейм и S2, S3, S4. Соответственно, браузер, когда видит новый домен, его не смущает абсолютно, что это один и тот же адрес, один и тот же сервер, он посылает запросы по пять уже компонентов одновременно на каждый этот домен. Соответственно, загрузка, конечно же, ускоряется, но нужно учесть тот факт, что сервер может не успевать отдавать такой ситуации компоненты. Если у нас слабенький сервер, то стоит все-таки с этим не играться. Теперь. Следующий пункт полностью противоречит тому, что я только хорошо сказал. Минимизируем количество разных доменов. Я советовал в первом пункте сделать их несколько. То есть нужно это противоречие аналогично. Дело в том, что если у нас очень много разных доменов, как я уже говорил, будут выполняться для каждого из этих доменов. Соответственно, нужно найти золотую середину. И последний пункт cookie free domains. Для чего и что это означает? тот же Yahoo или Google PageSpeed рекомендует статические компоненты, такие как картинки, CSS, хранить на отдельных доменах. Опять же говорю, не на отдельных серверах. Это не обязательно. В чем преимущество такого варианта? Если у нас не будет отдельный домен, то соответственно, куки будут сохраниться в главном домене. Возьму, к примеру, мой лобсайт 4CoderInfo и у меня есть поддомин S4CoderInfo. Соответственно, если я сохраняю какие-то куки, я сохраняю их для главного домена. И уже браузер не отправляет все эти данные, когда посылают запрос на картинку. И прирост на первый взгляд незначительный, но он ощутимый, потому что если у нас нет куки, то мы вкладываемся в один пакет. Если у нас есть хотя бы какие-то уже данные куки, то по сети отправляются несколько 10 пакетов. Я еще хотел бы показать, как обещал, несколько примеров, несколько сайтов. Секунду, переключусь. в общем, я обещал показать несколько примеров. Я нашел пару сайтов, которые меня не порадовали своим быстродействием, и собственно на них очень наглядно можно посмотреть некоторые вещи, о которых я говорил. я думаю всем известен этот портал. Не важно кто его разрабатывал, я этого даже не знаю. Не то чтобы я хотел сказать, что здесь что-то сделано жутко плохо и разработчиков я не уважаю. На самом деле очень хороший портал, но есть некоторые проблемы. Я покажу какие. Опять же use love хорош, но мы можем воспользоваться и другими тузовинами, к примеру, в файлбаке без всяких плагинов есть собственно шкала загрузки компонентов. Вот как много документов компонентов на Nezobar. На данный момент их 110 уже загрузилось. Соответственно это не очень хорошо. Можем посмотреть детали информации про каждую из этих компонентов. Такой диалог есть и в хроме показывает не только сколько времени грузился этот компонент, ну и на каком этапе сколько времени затратилось. Блокирование на миллисекунду. Блокирование происходит из-за того, что мы не можем параллельно грузить много компонентов. Дальше DNS-запрос одна миллисекунда. Так мало, потому что он скорее всего в кэше. Если домен если выполняется DNS-lookup операционная система вложит IP-адрес в свой кэш. подключение тоже незначительное и ожидание незначительное получение много времени не заняло, но в то же время в сумме 710 миллисекунд. И еще стоит отметить то, что польза от этого компонента была возможно очень даже незначимой. к примеру здесь сейчас HTML ко вполне можно было сгруппировать CSS-файлы в один упаковать их чем-то потому что судя по всему он даже не упакованный и вместо к примеру 10 или сколько у нас здесь вместо 5 был бы один запрос для получения CSS-файла. Есть конечно такого способа и некоторые ограничения к примеру если у CSS-атрибут медиа установлен к примеру какой-то CSS-код у нас только для печати используется. Соответственно окруппировать его с другими CSS-документами бутника и JavaScript очень много различных компонентов 41 не все но по крайней мере большинство можно было скруппировать собственно с домином и зобаром я загружено порядка 10-15 и все не могли быть в одном в файл собственно как бы я советовал группировать я бы посоветовал сгруппировать JavaScript тот который будет в шапке подключен для того чтобы он загрузился первым и до того как будет отображена страница и тот который имеет собственно меньший приоритет меньшую нужду на на загрузку уже подключить его в конец документа картинки очень мелкие картинки это большой недостаток видно дальше что это флаг 30 на 33 пикселя при верстке еще хуже ситуация звездочка 16 на 15 пиксель при верстке вполне можно было бы соединить часть картинок в одну я думаю все слышали про спрайты поднимите руки кто использовал спрайты отлично именно использовали а поднимите руки кто регулярно использует спрайты и никогда маленькие картинки не помещает отдельно всего несколько человек все знают что это такое но тем не менее не всегда используют я понимаю почему на самом деле бывают другие не менее важные факторы которые влияют на то что мы делаем это дедлайн это финансирование бюджет проекта и иногда лень собственно важно использовать спрайты потому что каждая мельчайшая картинка я нашел 2 на 2 пикселя это отдельность и запрос еще в услов есть статистика очень интересная собственно сколько процентов мы можем видеть картинки сколько флеш объекты сколько джаваскрипт мы видим что 500 кВт джаваскрипта это странно если бы этот джаваскрипт упаковывался я не могу себе представить задачу в которой пришлось упакованного 500 кВт джаваскрипт данный сайт еще один пример чем интересен именно этот сайт хороший дизайн можно для рабочего склада картинки найти и разработчики достаточно неплохие над ним работали судя по результатам но они работали с камен к примеру на этом сайте есть идея как мы можем проверить мы можем посмотреть при помощи фарблага опять же закладка сети картинки 1 секунда грузится картинах очень много кстати не используется более поздняя загрузка картинок все картинки грузятся одновременно о чем я уже говорил это тоже плохо вот собственно тот момент по которому я сделал выбор что CDN используют есть отдельный домен и собственно через него грузятся некоторые картинки опять же мы можем посмотреть какие это картинки справки здесь не используются но что больше всего меня удивило что в CDN в CD лежит только часть объектов часть компонентов мелкие картиночки CSS файлы лежат JavaScript файлы лежат а то самое главное собственно на картинке вот эти вот картинки которыми щедро напичкан этот сайт они не лежат в CD и мы можем увидеть интересный процесс загрузки очень много запросов блокируются вот к примеру первые несколько грузятся благополучно одновременно следующие два вот эти уже блокируются на 700 и 800 миллисеком это много и так в общем-то до конца документов не только картинки и другие компоненты могли бы лежать тоже в CDN вот это странно люди купили CDN заплатили немало денег и результат не будет вообще заметен на этом сайте теперь теперь собственно наверное можно на этом остановиться есть какие-нибудь вопросы это очень хороший вопрос потому что первый скажем так результат можно получить уже буквально за 4-8 часов собственно что мы можем сделать быстро мы можем включить компрессию для компонентов которые нуждаются в ней что можно сделать еще можно указать в настроечках какие типы документов как долго можно брать из кэш это делается буквально за 15 минут но пользу приносит достаточно ощутимую но в то же время есть такие пункты которые требуют либо денег в случае себе нужно отдельно обсуждать с клиентами если это не ваш сайт либо больших ресурсов этих затрат возьмем к примеру спрайтера чтобы перестать весь сайт на котором может быть очень много страниц разного дизайна может понадобиться и неделя все зависит от того какой конкретно сайт мы хотим простить соответственно все исходит от задач и от проекта если проект требует и есть большие проблемы мы можем заниматься быстродействием все время на протяжении разработки проекта если проект достаточно простой то мы можем сделать ряд стандартных действий потратить 3-4-5 часов и уже получить ощутимый результат и на этом остановиться так как есть еще вопрос целесообразности не всегда мы получим огромный прирост от потратив много времени еще какие-нибудь вопросы да ассидент я встречал на амазоне все зависит от того еще какие мы хотим страны использовать то есть мы можем положить одно зеркало в Китае и собственно будет сервер в Украине и все будет отлично если на две страны но собственно я встречал цену 300 долларов в месяц не могу вспомнить сколько точек в этой сети а груз какая нет ракет 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 а стоимость я сейчас стоимость я сейчас не скажу я не проводил анализ вот она провалит конечно я согласен если сайт тем более при этом приносит какой-то доход то это сделать просто обязательно основная мысль была не не прочитав в интернете бегом бегом положиться в CDN если вы на одну страну работаете это вам не поможет а если на много естественно CDN нужен если трафик с CDN дешевле чем со своего хостинга не ну естественно ну просто все надо считать что и дешевле в в в в